Глубоко уважаемые коллеги, 31 мая прошлого года не стало, я считаю, выдающегося ученого, прекрасного человека, хорошего друга Анатолия Юрьевича Барышникова. Для нас это очень тяжелая потеря, не только для нас, его друзей, но и для всех людей, работающих в иммунологии и в иммуноонкологии. Я хотела несколько слов сказать о жизненном пути Анатолия Юрьевича. Он родился в Белоруссии, в достаточно стромной семье. Вот эта автобиография написана им лично. И, несмотря на все сложности жизни, блестяще окончил школу и поступил в Витебский медицинский институт. Хотела бы отметить, что за годы учебы в институте у него опубликовано 16 научных работ. Это довольно много, и даже, наверное, в наше время мало таких студентов, которые имеют такое количество публикаций в студенческое время. Его руководителем был профессор Новиков. И я хочу подчеркнуть еще, что Анатолий Юрьевич был таким ярким представителем достойного отношения к своим учителям. Он всегда на все конференции, пока профессор Новиков мог, он его приглашал и всем всегда говорил, что это его первый учитель. Еще будучи в институте, поскольку он так блестяще учился, он получил рекомендацию в аспирантуру. Но тогда было такое время, что надо было обязательно отслужить в армии. И его призвали в армию. Он всегда с таким юмором рассказывал, поскольку он был там медицинским работником, свою службу в армию. И как только отслужил, поступил в аспирантуру. Еще будучи студентом, он познакомился с Георгием Яковичем Светомолдавским, который возглавлял лабораторию вирусологии и иммунологии в онкологическом центре, тогда называвшемся институтом экспериментальной клинической онкологии. И он приехал к нам в аспирантуру уже после армии. Здесь вот видно, как его в лаборатории работал. Надо сказать, что он отличался необычным трудолюбием. Человек, который приехал по тем временам в общем-то глубинке, он за год освоил все технологии, блестяще знал английский язык, английскую литературу, а работоспособность у него была просто невозможно было описать. Он приходил в 8 утра и уходил в 10 часов вечера. Несмотря на это, у него появилась семья и вот эта его маленькая дочка, которая в настоящее время заведует его лабораторией. Антон Юрьевич в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию экспериментальные материалы по изучению вирусной терапии опухолей в условии нагрузки РЭС и дозированной гипертермии. И тогда уже он стал заниматься со своей группой. По жизни получилось так, чтобы в это время профессор Свет Молдавский заболел. И мы вся лаборатория, а я работала тоже в этой лаборатории, то мы все стали работать по попыткам иммунотерапии и диагностики гемобластозов. Я хочу отметить, что Анатолий Юрьевич первый в Советском Союзе сначала получил ксеногенные циворотки, а потом моноклональные антитела дифференцировочным антигеном ТБ-лимфоцитов. Вот это все его группа, которой они вместе работали почти, можно сказать, всю жизнь. Активно принимали участие в всяких субботниках. И на основе всех этих данных он защитил докторскую диссертацию в 1984 году моноклональные антитела и циногенные сыворотки в диагностики ликоза и лимфосорком. Вот то, что Анатолий Юрьевич сделал, а с 1982 года по 1992 год он работал в лаборатории клинической иммунологии, и мы занимались действительно получением вот его группы моноклональных антител. Была создана огромная панель моноклональных антител, которые и в настоящее время используются в нашей стране. Это серия ИКО. Вы видите, часть только авторских свидетельств, которые у него имели. И в Горьком тогда началось производство, здесь профессор Новиков присутствует, который в этом принимал участие, когда появился набор моноклональных антител для диагностики нелимфоидных вариантов гемобластозов человека. Фактически были созданы не только антитела, дифференцировочным антигеном гемопоэтических клеток. Вы видите все публикации того времени, которые уже были не только в нашей стране, и за рубежом. И он получил еще моноклональные антитела, многие для оценки иммунного статуса. Вот эти разработки вошли в то, что иммунодиагностика гемобластозов в нашей стране очень быстро вышла на мировой уровень, и фактически с того времени, естественно, улучшаясь, все гемобластозы человека в первую очередь идет иммунофеносипирование этого заболевания. Вот это просто многие его работы. В 1992 году Анатолий Юрьевич перешел в Институт экспериментальной диагностики и терапии и возглавил лабораторию разработки биотерапевтических методов лечения. После этого она писала лабораторию биотерапии опухоли. Это его лаборатория. Лаборатория достигла очень больших успехов и действительно получала очень много премий, в том числе и государственных. Я там покажу его ученики. За время его работы он подготовил 18 докторов наук и 70 кандидатов наук. Последний доктор наук защитился, который сделал работу под его руководством два месяца назад. Надо сказать, что уже в 94-м году, значит, в 96-м, простите, году, он стал директором, это последний день был директором института НИДИТОН, экспериментальной диагностики и терапии и фактически заместителем директора онкологического научного центра. Вот эти варианты просто представленных патентов, которые им были получены, это всего 54 патента у него имелось, то есть это показывается его активность необыкновенную. И с 2001 года был основателем и главным редактором журнала «Российский биотерапевтический журнал», который выходит постоянно и в настоящее время продолжается, естественно, и в то же время этот журнал имеет хороший рейтинг. Кроме того, им опубликовано 15 книг о монографии, 37 глав книгах и сборников, методические рекомендации. Естественно, что он был в многих обществах, как биотехнология, иммунология, гематология, онкология и так далее. Но, к сожалению, так получилось по жизни, что он не успел стать академиком нашей медицинской академии, хотя, на мой взгляд, он, безусловно, заслуживал этого звания. Он являлся заслуженным деятелем науки, ему была присвоена премия правительства Российской Федерации и довольно редкую премию, которую дают людям, работающим иммунологией в опухоли, это премию имени Чумакова за работы в области иммунобиотехнологии, поскольку действительно этим он в последнее время очень активно занимался. Мы видим, что у него огромное количество публикаций и достаточно высокий для нашей страны индекс Хирша-26. Уже новым направлением, которым он начал заниматься в институте, в своем лаборатории биотерапии, это разработка получения биологически активных белков в растениях, технология гуманизации моноклональных антител, наноплантибоди, созданных против различных антигенов и продолжалась эта работа, которая сейчас ведется в этом институте. Ну вот это последняя фотография Анатолия Юрьевича буквально за два дня до его гибели. Мы были с ним в Казани, и был съезд, посвященный как бы объединяющей роли иммунологии в аутоиммунных заболеваниях, антологических и гемобластозах. Были ведущие ученые всех этих институтов, директора, и было очень много построено планов, надежд, и мы в последний день вместе с директорами этих институтов обсуждали, какие бы совместные исследования мы могли бы провести. Но, к сожалению, жизнь так сложилась, что через день Анатолия Юрьевича не стало. Я надеюсь, что мы, его друзья, его ученики, будем помнить его всю свою жизнь, а то, что он разработал, и будут продолжать его последователи, его сотрудники, которые активно занимаются этими исследованиями, и в нашей лаборатории тоже мы проводим исследования, которые шли совместно. И таким образом память о нем останется в нашей жизни и в науке. Спасибо. Спасибо.